Это вечерний хэштег. Сегодня мы говорим о помощи эвакуированным из Луганской и Донецкой народных республик. География регионов, куда эвакуируют жители Донбасса, безусловно, будет расширяться готова и Тюменская область. Об этом губернатор Александр Мор заявил еще 20 февраля. На связи со студией Волгоград пообщаемся с заместителем председателя Комитета социальной защиты населения Волгоградской области Алексеем Завраженным. Алексей, здравствуйте. Расскажите, много к вам эвакуировано жителей Донбасса и кто это в основном? Занимаемся данным вопросом уже порядка двух недель и к нам в регион уже прибыло около 700 человек. Причем, если мы брать по категориям, то это практически только женщины и дети. Как люди добираются до вашего региона своим ходом или организованно на автобусах, поездах? Несколько возможностей было добраться. Во-первых, самая большая организованная группа к нам прибыла поездом. Это около 400 человек. Остальные люди добирались к нам своим ходом, кто автобусами, перекладными, кто на своем автотранспорте. Сколько пунктов временного размещения сейчас развернуто и сколько человек вы еще готовы принять? Ну, мы пошли немножко другим путем. В принципе, пункты временного размещения были развернуты в каждом муниципальном районе и их порядка более 70 штук. То есть в каждом муниципальном районе у нас развернуты пункты временного размещения. Учитывая, что люди к нам прибывали, прибывали организованные группы, мы в городе Волгограде, в городе Спутники Волжском развернули 4 пункта временного пребывания. То есть это некий такой пункт, куда люди пребывали на несколько дней. Мы, учитывая, что сейчас все-таки находится и время пандемии, мы всех людей тестировали на наличие новой коронавирусной инфекции. В принципе, мы готовы принять еще столько людей, сколько потребуется. Сейчас, повторюсь, у нас больше 70 пунктов временного размещения по всей Волгоградской области. То есть это в каждом муниципальном районе, в городском округе по одному, по два пункта временного размещения организовано. Скажите, какую помощь сейчас оказываете и в чем первостепенно нуждаются прибывшие? В рамках поручений президента. Это материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Операторам данной выплаты у нас в рамках поручений правительства определена Ростовская область. И мы очень тесно взаимодействуем с Министерством труда и социального развития Ростовской области. У нас заключено с ними соглашение. Сегодня мы работаем с гражданами, собираем полный пакет документов, заверяем данную информацию и проверяем с миграционной службой на факт пересечения границы после 18 февраля граждан. Это является обязательным условием. И данные списки, реестры и личные дела уже передаем Министерству труда и социального развития Ростовской области. К тому же у нас развернута очень большая работа по предоставлению благотворительной помощи и гуманитарной помощи. Большое спасибо. С нами на связи был заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области Алексей Завражин. Итак, Ольга Владимировна, Тюменская область у нас готова принимать эвакуированных жителей из Донбасса. А здесь, на местах, какую помощь будем готовы оказывать? Гуманитарную помощь, в том числе одежда, питание, медикаменты? Как уже было объявлено губернатором нашей Тюменской области, мы готовы встретить 1600 человек здесь в Тюменской области и разместить. Но, конечно, мы ожидаем прибытия сюда этих людей и, конечно, окажем им любую помощь. В том числе вот в рамках того, что происходит сейчас в регионе по гуманитарной помощи, мы уже понимаем, что, например, какие-то вещи, которые жители Тюменской области приносят в наши волонтерские центры, мы оставляем уже для тех, кто будет прибывать в Тюменскую область. То есть, к примеру, это новые вещи, потому что они все равно пригодятся и детям, и мамам, и взрослым людям. Поэтому мы уже сейчас ориентируемся на то, что 1600 человек регион примет. И, конечно, со своей стороны все органы исполнительной и законодательной власти заточены на то, чтобы создать все условия для эвакуированных жителей здесь, в Тюменской области. Ну, сегодня, Гульнара, известно о нескольких случаях неорганизованного прибытия в наш регион граждан из ДНР и ЛНР. Вот кто-то из них уже обращался за помощью, кто-то уже пытался связываться? Да, есть личные, так скажем, случаи. Больше чем чуть-чуть, чем больше 20 человек у нас находятся сегодня, которые самостоятельно приняли решение и приехали в нашу Тюменскую область. Да, большинство из них обращалось как раз за помощью, о которой говорил мой коллега из Волгоградской области, потому что Департамент социального развития сегодня как раз тоже проводит эту работу, собирает документы, помогает, да, и консультирует, и направляет списки в Ростовскую область для того, чтобы люди получили эту материальную помощь по 10 тысяч. Есть семья, которая обращалась за помощью и в получение СНИЛСа, и УМСа, и пока мы уже вопросы трудоустройства с ней решаем, потому что она уже для себя определилась, что она будет на постоянное место жительства оставаться здесь, в Тюменской области. Люди сразу хотят обрастать уже, да, всем необходимым. Да, и коллеги с Департамента образования уже подключились к ней по поводу решения вопроса образования ребенка, потому что с ней девочка 12-летняя находится, вот, в отношении ее вот такая помощь оказана. Вот, хочу сразу проговорить, что мы создали горячую линию по номеру 122, добавочный номер 4, как раз по этому номеру можно получить полную консультацию, в том числе для граждан, которые самостоятельно приезжают, и по всем направлениям, которые представлены, и которым могут оказываться помощь для граждан, мы как раз готовы консультировать. Лилия, Дмитрий, вопрос к вам. Вот, когда вы приехали, какую помощь оказывали в первое время, насколько это было достаточно, и вот с вашим опытом, что людям прежде всего необходимо организовать, да, сейчас на данный момент? Ну, вот от себя скажу в первую очередь. Мы когда приехали, первое, что было необходимо, это как-то зафиксировать тут свой статус, да, и тут же сразу нам предоставили время на убежище. Это тот документ, который, ну, необходим для того, чтобы на работу устроиться людям, да, потому что, ну, вот от себя скажу, я думаю, мне ни один предприниматель города Тюмени не даст соврать, потому что каждый предприниматель сейчас нуждается в кадрах. Поэтому вот то, что им выдадут время на убежище, это, конечно, очень поможет. Поэтому, что необходимо, я считаю, что дальнейшие действия, да, то есть нужно понимать, что часть этих людей захочет тут остаться. И помимо временного убежища, им необходимо будет получить граждан. Это, скажем так, уже вопрос второстепенный, да, то есть первое, что им необходимо сделать, это получить время на убежище и получить какую-то регистрацию, да, чтобы они могли устроиться на работу. И от лица как бы себя как предпринимателя хочется сказать, чтобы другие предприниматели, у них не было боязни принимать таких людей на работу, чтобы они понимали, что, то есть со стороны государства не потребуется никакой дополнительной отчетности, да, потому что я был в этой роли, то есть я и моя жена, мы также устраивались на работу. И, конечно, предприниматели не понимают, что, ну, как поступать, то есть точно могу сказать, что никаких проблем со стороны государства не будет, да, то есть также принимаем на работу, как обычные граждане Российской Федерации. Это момент очень важный. Лиля, ваш опыт вспомните. Мы, когда прибыли в Тюмень, в город, у нас уже на руках были документы, это вид на жительство Российской Федерации, и самым сложным вопросом было именно проживание и прописка. То есть это первое, куда ребенка нужно оформить детский сад с пропиской, и где проживать, это тоже не все хотят, и не все видели в нас, например, на тот момент, возможно, дружелюбных друзей каких-то, многие боялись, и никто не соглашается, например, прописывать иностранных граждан, поэтому этот вопрос, я считаю, самый актуальный. Работу найти в Тюменской области можно. Если ты хочешь работать, и если люди едут сюда, начиная новую жизнь, то это идеальный регион, я считаю. Ну, россияне, на самом деле, готовы оказывать поддержку не только гуманитарную, но и жилищную. Федеральный канал организовал проект «Карта помощи». На сайте можно предложить временное размещение пребывающих из ЛНР и ДНР. Количество точек на карте с каждым днем увеличивается, и сейчас там 770 предложений. Чаще всего это место в квартире или доме. Больше всего готовых предоставить жилье из Центральной России есть и неравнодушные жители Тюменской области. Пока мы видим только три объявления, но уверены, что скоро их будет больше. Так, Виталий Остапенко живет в Каскаре, в двухкомнатной квартире с женой, и они готовы принять одного взрослого и одного ребенка. Хочется чем-то помочь, хотя бы, ну, в меру сил тому, что происходит, и людям особенно, нашим русским. Вот, решение, в принципе, долго не думал, что там думать. Ну, скажем так, использую любую возможность, вот и все. Готов принять беженцев из ЛДНР, также житель Яркова Игорь Максимов, он сейчас с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Расскажите, как вы пришли к этому решению? Наблюдая за всем, что происходило на Донбассе все эти годы, когда все это усугубилось с началом специальной операции, видя те колонны беженцев, которые идут, понимая, что это вообще такое, потому что я сам в 95-м году принимал участие в освобождении города Грозно в составе десантного батальона, видя горе людей, зная все это помню. Ну, то есть, тут не могло быть другого решения, тем более, возможность есть предоставить жилье беженцам. И, как бы, ну, это все произошло, как бы, само собой. А как к этому отнеслись близкие вам люди? Какая реакция была? Да все отнеслись положительно, и тут не могло быть каких-то других мнений, потому что, ну, иначе это были бы люди, наверное, не близкие. Потому что, ну, все думают так же, и все поддерживают это решение, и все помогают всячески. У кого есть какие возможности, я думаю, в эти дни, они не остаются равнодушными и помогают. Когда вы ждете, что с вами выйдут на связь, то есть будет обратная реакция? Ну, я жду, я в круглосуточном режиме, на связи, в любое время готов принять. Значит, пока на связь не выходили, но, видимо, по той причине, что все-таки основной поток беженцев принимает Ростовская область, Белгородская, то есть центральная часть России. Мы все-таки находимся далековато, в Сибири, за Уралом. Но, тем не менее, всегда ждем, всегда готовы откликнуться и предоставить крышу, приют, обогреть, накормить, все, что от нас зависит. Большое спасибо. С нами на связи был Игорь Максимов, который готов предоставить жилье беженцам. Помочь эвакуированным людям готов и частный бизнес. Владелец рыболовно-туристической базы в Увадском районе Иван Веприков не просто разместит и обеспечит питанием до четырех человек, но и предоставит работу. Готов, да, принять людей только взрослых, на условиях того, что я предоставляю бесплатно жилье на самой базе проживания, ну и питание, соответственно, тоже за счет базы, за счет организации. Вот. Ну, а с людей как бы работа, то есть за заработную плату. Радует, что такое количество неравнодушных людей. Гульна, расскажите, через департамент соцразвития на какую помощь могут рассчитывать люди из ЛДНР? Ну, я хочу в первую очередь, наверное, сказать, что по поручению губернатора Тюменской области при департаменте социального развития создана оперативная межведомственная рабочая группа, куда вошли все представители и федеральных структур, и органов исполнительной власти, и которые как раз группа рабочая координирует все действия по принятию, размещению и оказанию всей необходимой помощи для граждан, которые будут пребывать на территорию Тюменской области. Вот. Если говорить конкретно про департамент социального развития, как я уже, да, говорила ранее, и вот еще раз про материальную помощь, безусловно, мы направляем списки в Ростовскую область для всех, кто у нас заявится на данный вид помощи. Кроме того, мы, безусловно, сегодня готовим пункты временного размещения, определены на сегодняшний день объекты, где будут пункты временного размещения находиться, и, соответственно, сейчас проводится осмотр, проверка для того, чтобы не только комфортные условия были в этих пунктах временного размещения, но, самое главное, безопасные, и в этой части тоже контрольно-надзорные органы осматривают их. Вот. Безусловно, это вся помощь при приезде этих встреч, размещения, размещения, как я уже сказала, да, и, безусловно, подключение всех ведомств, которые в той либо иной степени готовы оказывать помощь. Это и с действием трудоустройства, это и вопрос образования, это и медицинская помощь, вот все эти вопросы. Целый спектр. Будет наверняка немало детей, которые будут прибывать в наш регион, вот здесь вот как будет организовано, будет ли организовано обучение школьников, детей в садик, возможно, нужно будет как-то устраивать, если родители будут на работу выходить. Что же такие моменты, как это все будет? Сегодня есть практика уже в других регионах, когда волонтеры штабом и вместе, волонтеры молодой гвардии, занимаются как раз-таки с детками, потому что у нас есть и волонтерские движения, в которых молодые ребята являются педагогами, психологами, и сегодня эти волонтерские движения готовы тоже подключиться. Мы видим, что сегодня в Ростовской области большая армия волонтеров работает, более пяти тысяч со всей страны приехали, и вот как раз-таки они сегодня занимаются с детками, с теми, кто сегодня является с ограничением возможности здоровья, такие детки тоже в Российскую Федерацию приехали. Поэтому мы будем смотреть, конечно, опыт других регионов и реализовывать такие мероприятия у нас. И, конечно, мы видим, как в других регионах сегодня помимо обучения организуется и досуг таких семей. А многие коммерческие организации выступают благотворителями и также предоставляют билеты в кино, в театр, чтобы сегодня те, кто приезжает в регионы из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они себя чувствовали действительно как дома и могли развлекаться, могли почувствовать, особенно дети, конечно же, не забывать детство и чувствовать себя полноценными гражданами нашей страны. Вот вы сейчас озвучили количество волонтеров в Ростовской области, девочки. А вот у нас в Тюменской области достаточно волонтеров? И еще, знаете, какой момент хотелось бы уточнить? Вот мы сегодня говорим, что Тюменская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. А сами жители морально к этому готовы? Ну, конечно, за каждого жителя я не могу сказать. Но люди приходят к вам на пункты сбора. Да, да. Учитывая тот опыт, который у нас есть сейчас и вообще весь предыдущий опыт, то, да, Тюменская область – это действительно, наверное, тот регион, который готов ко всему. И люди с открытым сердцем, и вот даже вот видели сейчас люди, которые готовы принять, просто так, ни для чего-то, ни ради чего-то. И волонтеры у нас такие же, и точно так же, разного возраста, это от 18 до 60 лет и даже выше. И все готовы. И ждут только отмашки. Когда, как и что делать. Поэтому, да, мы готовы. Прекрасно. Замечательно. Дмитрий, Лили, опять к вам вопрос. Вот опять же, это моральная, психологическая поддержка, насколько она важна? То есть людей вырывают из родных мест. Понятно, что это не просто всегда пережить. Вам, насколько было это сложно? Помогал ли кто-то вам на психологическом аспекте? По поводу психологического аспекта, ну, нужно понимать, что это такие же люди с тем же менталитетом. Касательно какой-либо интеграции, да, то есть в это общество, ну, наверное, даже некорректно говорить. Касательно то, как реагировали люди, ну, за все время, которое я и моя семья тут проживаем, не разу, то есть вот говорили, что сталкивались с какими-то, то есть с боязнью людей, то есть все принимали очень открыто, то есть с этим проблем абсолютно никаких не было. И, безусловно, как бы люди все и в 2014 году спрашивали, что, как, переживали, то есть, ну, люди переживают. То есть поддержка, она ощущалась, вот эта моральная поддержка, она была. Да, до сих пор ко мне все уже друзья, знакомые подходят, спрашивают, то есть, что, как происходит, да, то есть переживания, безусловно, есть. Лилия, вы как-то почувствовали себя комфортно? Да, очень я почувствовала поддержку со стороны своих коллег, в первую очередь, и со стороны своих родственников, которые там остались. То есть они сказали, что это правильное решение уехать, это правильное решение сохранить свою жизнь, свою семью. И каждый раз мы старались, выходя на связь, поддерживать друг друга всяческими словами. И, естественно, все люди, которые окружали меня и сейчас меня окружают, это те люди, которые тогда встретились мне на пути, когда я приехала, когда они меня поддержали, протянули руку помощи. Некоторые есть такие. Вот я уже 6 лет в Тюмени, и мы очень в теплых, очень в хороших с ними отношениях. Я им очень благодарна. Ну вот родственники, вы говорите, которые остались там. Почему остались? У них не было желания тоже уехать? Вы знаете, дело в том, что у меня там остались родители, которые сказали, что в их возрасте слишком сложно начинать новую жизнь. Поэтому они остались там. Что ж, сейчас ненадолго прервемся, продолжим. Буквально через пару минут не переключайтесь. Работы хватит всем. Как волна переселенцев из Донбасса повлияет на российский рынок труда? Мы вместе. Чем тюменцы могут помочь эвакуированным жителям Донецка и Луганска? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова